Сегодня мы такое слово презентовали как киберализм, имея в виду, что это новая общественно-экономическая формация, про которую мы говорили, называя информационный мир. Но это слово еще год назад, ровно год назад наш соратник, назову его Игорь, зовут, да, фамилию вы его все знаете, но не буду по понятным причинам называть, да, поэтому Игорь это придумал. Вот, Игорь, молодец, и оказалось, кстати, что долго мы размышляли на эту тему, да, как назвать общественно-экономическую формацию, оказывается, слово уже было, мы просто в интернете его не нашли, а группа Пурген, как вот мне сегодня скинули со всех сторон, выпустила 18 марта 2022 года мини-альбом, который называется Киберализм. Так что, как бы, права на это слово, в общем-то, ну, я не знаю, что имел в виду группа Пурген, а мы-то имеем в виду новую общественно-экономическую формацию, которая пришла на смену капитализма. А вот Рафаэль пишет, Вячеслав, если исходить из слов марксизм, ленинизм, коммунизм, социализм, то получается, что правильнее киберизм. Киберизм, наверное, это идеология должна так называться, а все-таки формация киберализм, потому что марксизм – это не формация, да, или ленинизм, а капитализм и феодализм формации называются. Значит, киберализм. Слово киберал я нашел только если что-то, относящееся к постелению кибера в Нигерии. Киберал. Смешно. Вот сегодня я сказал, мне просили цитату сказать, и я сказал, чтобы было понятно. Так же, как на смену феодализма, когда-то пришел капитализм, на смену капитализма сегодня приходит новая общественно-экономическая формация – киберализм. Поэтому наше движение мы можем смело назвать партией киберализма. Вот такая цитата сегодняшнего дня. И, в общем-то, возвращаясь к киберализму, почему новая общественно-экономическая формация – это нам интересно. Ну, во-первых, потому что она придет независимо и приходит независимо от нашего желания. Это естественный путь развития человечества. Человечество приняло как бы путь технократический, да. И, значит, в общем-то, он развивается благодаря технологиям этот путь. То есть, феодализму соответствовали свои технологии. Потом появился пар, разделение труда, производительность увеличилась в огромное количество раз, в десятки тысяч раз. И все, появился капитализм. Поскольку изменились технологии, изменились производительные силы. А сейчас они меняются вновь, да. И если в прошлой общественно-экономической формации основной элемент производительных сил был человек, ибо у него есть руки, у него есть интеллект и так далее, то сейчас это все отходит на задний план. Основной элемент производительных сил в будущей общественно-экономической формации при ее полном развитии будет уже не человек. Поскольку будет искусственный интеллект, и руки, ноги, и прочие-прочие инструменты будут у роботов. Поэтому, в общем-то, мы входим в очень сложную фазу. Очень сложную фазу. Первая историческая развилка на пути человека. Какое бы решение раньше не принял человек, да, это решение не вело к гибели человечества. Сейчас неправильное решение приведет к гибели человечества. Сейчас уже ряд стран идет по пути кибертирании, что в конечном итоге станет тиранией искусственного интеллекта, и человечество просто погибнет. Вот. Ну, мы понимаем, что вот очень неисследованный вообще вопрос. И единственный мы, кто его поднимает, это вопрос взаимодействия государства и искусственного интеллекта. Никто об этом почему-то не говорит. А в этом как раз и состоит самый главный ужас будущего. То есть, мы видели, что действия государства до сегодняшнего момента зависели всегда, в том числе, от эпохи, от географии, от окружения других государств, от численности, от финансовых возможностей, от тысячи других ресурсов, то есть, этих других факторов. В меньшей степени они всегда зависели от законов. И поэтому законами решить ничего нельзя практически, да. И в большей степени от власти. И вот это самая очень тонкая материя. То есть, а сейчас они хотят искусственный интеллект и все, что с ним связано, поставить, так сказать, раком, да, при помощи своих законов, которые они хотят в виде программ реализовывать. То есть, искусственный интеллект будет поступать не так, как, в общем-то, плохо он не будет делать человеку, потому что они так его запрограммировали. Это чушь собачья, на то он и искусственный интеллект, он будет развиваться. И в этом суть его. Не будет искусственный интеллект, то есть, он не будет саморазвиваться. А если он саморазвивается, все кранты, в конце концов, он эти законы просто... Городатая чесотка на адептов в жуте. Нет, пошел ты нахер, придурок. Ты даже не представляешь, придурок, насколько ты глуп. Вообще просто, блядь, удивительно глуп. Так вот, как только искусственный интеллект осознает себя государством, такой, не обязательно даже личностью, говорит, вот он осознал себя как личность во всех фантастиках, и он там всех начал херачить. Нет. Как только он осознает себя государством, как Людовик 14-й скажет, государство это я, человечество будет обречено. Понимаете? Любое государство, даже самое маленькое, если окажется в руках искусственный интеллект, то у нас будут огромные проблемы. А если какие-то крупные государства, типа Китай или США, это вообще атаст. Почему? Потому что государство на сегодняшний день мы видим, что это некое такое квазимыслящее, информационное и социальное существо. Это результат эффекта, который называется эмерджентность. Что такое эмерджентность? Ну, или у англичанин эмергентность тоже там, ну, в смысле, говорят. То есть, в теории систем, это наличие свойств системы, не присущие отдельным ее компонентам. То есть, у каждого компонента есть свойства, но когда сумма этих компонентов, система имеет абсолютно другие свойства. Ну, машина, например. Есть колесо, да, там есть трансмиссия, да, есть руль, да, есть мотор, там, и так далее, и так далее. И только все вместе это едет, да. А сейчас еще едет, и у Маска вон сама по себе без водителя. То есть, вот такая эмерджентность у государства. И это, наверное, первая такая машина, которая так сильно отличается от всего остального. То есть, что такое? Какие признаки государства? Ну, территория, да, единство территорий, то есть, как Ленин говорил, мы стоим за необходимость государства, а государство предполагает границы. А территория ограничена, границы, все, вот эта территория. У них, у этих территорий, есть свойства государства? Нет. Вризнаком государства сейчас считают юристы, хотя я с ними абсолютно не согласен, я считаю, что императив, а они считают законодательную деятельность. Ну, предположим, это почти одно и то же, законодательная деятельность. Законодательная деятельность обладает теми свойствами, которыми обладает государство. Нет. Да. Суверенитет, да, монополия на применение силы и прочее, прочее. Там армия, да, национальная валюта, налоги, публичная власть и прочие признаки. Все это вместе является государством, которое действует как квазиразумное существо. По отдельности, это, грубо говоря, не работает ни хрена или очень смешно работает и не представляет такого ужаса, который представляет государство вместе. И когда оно будет подконтрольно и поднадзорно, самое главное, поднадзорно искусственному интеллекту это государство, и искусственный интеллект отождествит себя с этим государством, все, у нас не будет никакого спасения, поскольку и сейчас-то оно от него нет никакого спасения благодаря вот этому эффекту эмерджентности, да, так, помните, как в метафизике, в Аристотеле, что целое больше, чем сумма его частей. Вот это хорошо выражено в государстве. Целое больше, чем сумма его частей. Вот все они, ты их сплюсовываешь и ничего не получается, да, только когда это государство, оно вот так действует, как квазиразумное существо. Поэтому вот, наверное, человеку и даны какие-то вот изменяемые вещи, да, какие-то вот технологии, которые он может менять, культура, какие-то гуманитарные науки, наверное, философские, может быть, даже тайные какие-то знания и учения только для того, чтобы когда мы дойдем, и уже сейчас дошли до вот этой исторической развилки, чтобы сделали правильный выбор, чтобы не ушли в кибертиранию, и там нам не пришел конец. Понимаете? То есть на сегодняшний день так кибердемократия это народовласть плюс киберализация всей страны. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Вы так что мы что такое кибердемократия? написали и придется об этом говорить. Вот кибердемократия в малых системах, в малых системах специалисты, особенно в области психологии, там труда и прочее, прочее знают о так называемом сверхадативном эффекте. когда малая группа, да, которая хорошо знает свое дело, которая между собой имеет определенные связи, действует суперэффективно, сверхэффективно. Вот это так называемый сверхадативный эффект. и сейчас мы пришли к тому, что так может действовать большая группа, благодаря информационному миру, который нас всех сближает и очень сильно. И когда говорят, что этого никогда не было, ну как же, в малых группах это было, а сейчас это возможно в больших группах, благодаря информационному миру, благодаря киберализму, куда мы пришли. То есть мы сейчас можем совершенно четко самоорганизовываться. То, что раньше так сказать называлось самоорганизацией спонтанным порядком, сейчас мы можем назвать уже кибердемократией. И это очень хорошо работает. То есть мы с вами называем это кибермурмурацией. Ну как птицы летают, да, и действуют, стаи птиц действуют как разумное существо. Почему она действует как разумное существо? Знаете почему? Потому что каждая птица видит всех. В этом особенность мурмурации. Так же и у рыб. Каждая рыба видит всех. Поэтому возможно в этой группе такое слаженное движение, такие слаженные действия. Вот информационный мир дает нам возможность как бы видеть всех, как бы видеть действия всех. Понимаете, да? То почему сверх адаптивный эффект возможен? Это то же самое как при мурмурации. То есть малый коллектив видит, знает, кто что делает, и у них получается все гораздо лучше. Это просто стадный эффект. Нет, стадный эффект и мурмурация это совсем другое. Мурмурация это сознательное действие. А стадный эффект это то, что ведет в яму, то, что ведет со скалы. Смотрите, птицы, они гибнут при мурмурации? Нет. Рыбы, они гибнут при мурмурации? Нет. И наш выбор в связи с этим, да, то есть вот в связи с тем, что сейчас происходит, новая общественно-экономическая формация пришла, наш выбор максивитизм. Что такое максивитизм, мы с вами говорили, то есть это больше жизней, то есть сделать все, чтобы людей на земле становилось все больше и больше, а не меньше и меньше. Почему? Ну, вот методологический принцип, который Вильям там и Зокома придумал, да, не надо множить сущее без необходимости, но на самом деле это же противоречит одному из основных законов диалектики, переход количества в качество, да, то есть с точки зрения каких-то схоластов, которые вам объясняют, да дохера много людей, они абсолютно не нужны, но давайте предположим, да, что все системы работают таким образом, когда какое-то количество чего-то или кого-то набирает критическую массу, то меняется качество, и сильно меняется качество, да, поэтому если людей будет мало, качество этих людей не изменится, они скорее всего погибнут рано или поздно, если их будет много, конечно произойдет качественный скачок, благодаря этому закону, и он абсолютно объективный, да, иногда я уже знаю, что вы скажете в эфире, прямо слушаю, понимаю, что и так наперед все знаю, ну да, это нормально для наших соратников, это абсолютно нормально, поэтому вот наш, конечно, выбор, это не минивитизм, как все вот эти про золотой миллиард или там про полмиллиарда рассказывают нам либералы и прочие шобла, нет, нам нужно больше людей, больше жизни нужно на земле, да, и чем больше будет людей, тем лучше они себя прокормят, тем лучше они будут жить, тем больше они создадут всего, это естественно, абсолютно, и наш выбор, конечно же, долголетие, безусловно, да, то есть вообще на сегодняшний день мы понимаем, что смерть самый эффективный инструмент обмана, да, живи, человек вечно, в конце концов, понял бы, кто его обманывает и каким образом, и так люди чуть-чуть, кто подольше живет и из ума не выжил, начинают понимать, что это херня какая-то, да, как в том анекдоте, что-то мне глаза твои знакомы, поэтому сейчас у нас нет другого выхода, абсолютно, кроме того, чтобы двигать кибернародовластие, кибердемократию и двигать именно в России, потому что, как видите, нигде больше нет адептов этого движения, нигде, и это само по себе очень странно, очень странно, потому что, ну, это очень четкая идеология, да, абсолютно все выверено, абсолютно все научно, да, и у нас нет другой страны, где мы можем это применить, и сейчас очень хороший вариант, почему, да, потому что, какой вариант прям противоположный, да, кибердемократия, кибертирания, кибертирания это гибель, какой вариант для России лучше, кибертирании в России не будет, России просто не будет, поэтому, если там не будет кибердемократии, там не будет ни хера, что сейчас России сделают, сейчас Россию расчленят сто процентов, лишат ядерного оружия, запретят армию, заберут ресурсы, установят марионеточное правительство, сделают так называемую парламентскую республику, с запретом участвовать в выборы, попавшим под люстрации, а под люстрации подведут всех, в том числе и вашего на покорную услугу, сто процентов, под любым предлогом, скажут, нет, этот не должен никуда избираться, так что мы должны с вами действовать сейчас, и так я хотел еще наговорить кучу, да, я немножко сбился, но может быть и правильно, иначе мы вообще не закончили никогда, потому что кибердемократия это моя любимая тема, а теперь тем более мы сейчас пришли к теме киберализма, ну, мы вернемся и в следующие эфиры и так далее, будем со всех сторон подходить, да, поговорим об экономике киберализма, поговорим о, да, производительных силах, обязательно, конечно, об экономике в смысле производственных отношений, то есть отношений по поводу производства, распределения, перемещения, присвоения материальных благ и так и далее, и то есть это должно быть очень интересно, и поговорим о семье, которая будет присуща киберализму, и вот сегодня уже мы с Ириной говорили о будущем, о рождении детей, и, в общем-то, о парировании вот той идеологии мини-витизма, которая сейчас кругом насаждается, абсолютно кругом она насаждается, то есть людей должно быть золотой миллиард, вопрос тогда, а кто будет тогда осваивать космическое пространство, да, кто будет гарантировать человечеству выживание, только большое количество колоний в разных частях вселенной будут гарантировать нам выживание, Земля может погибнуть в любой момент, и это от нас не зависит, поэтому идеология мультивитизма, да, то есть идеология максивитизма, это прежде всего идеология мультивитизма, ну, в дальнейшем, то есть просто киберализма должна эпоха, как она будет называться, я не знаю, условно это эпоха мультивитизма, то есть расселение по галактике, колонизация галактики, хотя бы галактики, я понимаю, что многие, кто сюда пришел там впервые или недавно воспринимают это как вред, ну, знаете, это, конечно, иногда обидно, особенно, когда тебе говорят, ты вредишь, а потом говорят, так это же было очевидно, когда это приходит, ну, как вот с дронами, которые сейчас являются основной военной силой, совсем еще недавно, когда я это заявлял мне, крутили у виска, как с Путиным и прочее, прочее, да, те мультики, смотрите, которые сделаны много лет назад, они как раз о всех тех событиях, которые сейчас, а эти сделали мультики мы, и я писал сценарии, там, стихи, Сергей художник рисовал, да, студия доброго завтра озвучивала, и спасибо вам огромное, да, то я иногда говорю про эти мультики, Сергея вспоминаю как художника, а их не вспоминаю, так что я, ребята, вам очень благодарен, вы гений, вы молодцы, низкий вам поклон, спасибо. Инициат, мне казалось всегда, что мармурация есть проявление коллективного бессознательного, да, конечно, конечно, это коллективное бессознательное, и оно тоже будет работать вопреки бирдемократии, в том числе, абсолютно согласен с вами, и вам правильно казалось. Субтитры создавал DimaTorzok